Здравствуйте! 8 мая на календаре. Программа «Городская среда» с вами. Я и ее автор и ведущий Павел Аверин. Максимально субъективно о событиях семи ушедших дней, которые касаются многих. Самое главное событие – это, конечно же, Пасха, Христово Воскресение. Множество рязанцев позиционируют себя как православные верующие, поэтому я их поздравляю с этим самым главным христианским праздником. Но в ключе политическом хочу отметить одну особенность. Появилась фотография губернатора Павла Малкова в христорождественном кафедральном соборе Рязани. И рядом с ним двое юношей со взором горячим. Кто они? Никто об этом не пишет. И Павел Малков вообще помалкивает о своей личной жизни. Просто написали – стали известны люди из его ближайшего окружения. Не менее важное для обычных, подчеркиваю, рязанцев событие – это холодная погода с заморсками на почве. Холода уже наделали немало мерзкого для садоводов и огородников. 7 мая. Пригород Рязани. С днем радио! А теперь страничка из жизни УЖК «Зеленый сад мой дом». Статутники сантехнического участка сегодня, 8 мая, прочищали канализацию на жилищном комплексе «Еврокласс-2». И послушайте, и посмотрите, пожалуйста, что они там иногда находят. На данный момент проводим плановую промывку канализационных лежаков в избежании засора и затопления первых этажей квартир. Периодически осматриваем и занимаемся промывкой. Это, получается, промываем гидравликой. То есть на конце, это наподобие кёрхера, на конце специально стоит насадка, которая вымывает песок, строительный мусор, ну и также всякие предметы, которые способствуют засорению канализации. Рыба. И это удивительное. Которые там или протухают, заядлые рыбаки не выносят, то есть непосредственно в контейнеры, вот. А смывают и в унитаз. В итоге получают засор. Также влажные салфетки, то есть большие комки достаем и вытаскиваем, устраняем из засора. Также и предметы личной гены, всё смывают. Также попадается, один раз случай был, достали непосредственно гофру от сифона, кто, не знаю, зачем и с какой целью спустил, то есть и в унитаз. Ну или в унитаз, или в открытую магистраль непосредственно в канализацию. Ну, для бумаги туалетной, то есть если с большим количеством это воды там, ну, обычно объём батька 7-10 литров, это достаточно для того, чтобы её смыть и растворить. Вот. Но также вот эти, повторюсь, влажные салфетки, не бумажные, а тряпочные, которые умудряются смывать его унитаз. Вот из-за них получается, то есть непосредственно с засорой. Ну, засор мы периодически избегаем от этого, то есть мы просто по плану проводим техническое обслуживание системы канализации, ну, избегаем от этого. Большее количество получается на время стройки квартир. Строители недобросовестные смывают это, то есть растворой в канализацию. И это уже непосредственно вот этой гидравликой не помогает. Приходится разбирать лежаки. Вот сейчас, на данный момент, мы можем пробить до последнего подъёма по квартирам. Это работает. Это показатель распыления форсунки, чтобы сама насадка лезла, то есть в трубу. Это без включения. Если мы сейчас включим станцию, распыление будет ещё больше под давлением. А тем временем стартовали продажи квартир в ЖК «Огская стрелка». Это борки, лес, благоустроенный пляж и река, который видно из окна и до которой практически всего лишь 100 метров. Такого предложения в Рязани ещё не было. «Огская стрелка» – это идеальный вариант для тех, кто хочет жить в районе с особым природным микроклиматом. Редактор субтитров А.Семкин 7 мая я поздравил единственного оставшимся в живых ветерана Великой Отечественной войны, который живёт в Солочи. Это Николай Степанович Зенкин. Николай Степанович, ну мне вот расскажите, а что вот сам, вот вроде праздник такой большой, да? А что самое страшное на войне вот было? Всё. Не верь никому, что в песне поётся, и не страшна нам бомбёжка любая. Страшно? Нет, дорогой мой, страшно. Один меня спрашивает, ну как вернулся, что что-то весь такой дрожишь, горит русы сырые. Но, говорю, не обоцалцы по-русски, говорю, под бомбёжку попало, ранило меня. Понятно. Это очень страшно. Бомбят страшно, да? Страшно. С губернатора начали, губернатором и закончим. Павел Молков поздравил ещё одного ветерана Великой Отечественной войны. Это Дмитрия Алексеевича Черничкина. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем добрый день. Всем добрый день. Всем добрый день. Добрый день. Поздравляю. С днём победы. Самый голый нас праздник. Женатка страны. Здравствуйте. 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 Для вашей благоди. Повторых людей. Мы пока живём. Я имею 98 лет. Что ж, дорогие друзья, на этом пока всё. Я искренне, от всей души поздравляю ветеранов, конечно, прежде всего, войны, детей войны, тружеников тыла. С их праздником Великой Победы не было бы их подвига, не было бы и нас. И всегда я не перестаю приводить строки поэта. Это нужно не мёртвым. Это нужно живым. Человек жив до тех пор, пока живёт память о нём. Обстоятельства сложились так, что мы не можем широко провести такое мероприятие, как бессмертный полк, но мы его обязательно проведём. Конечно, наши близкие, наши предки должны оставаться обязанными и хранить их имена в наших сердцах. Что ж, с праздником, дорогие друзья. Всего доброго. Даст Бог. Через неделю увидимся. Субтитры подогнал «Симон»